Большая часть России в данный момент идет под воду. Реки стремительно выходят из берегов и затапливают все подряд. Многие говорят, что эта карма наказывает россиян, дома которых уже превратились в обиталища жаб. Ну вот мы едем на грузовой машине, как-то вот практически в плавь. Масштабные паводки обрушились практически на всю страну, и московский режим не в состоянии что-либо сделать, или даже просто оказать помощь, ведь все потратил на ракеты. Между тем, людей призывают самостоятельно покидать свои дома и не ждать никакой помощи, которой может и не быть. И быстро эвакуироваться. Вода прибывает стремительно, и некоторые районы уже оказались отрезанными от мира большой водой. Нельзя выделить какой-то один российский регион, страдающий от подтопления, так как все это носит массовый характер. Местные говорят, что такого не было десятки лет, и стало для всех неожиданностью. Для них самое страшное то, что все только начинается, и неизвестно, чем закончится. В некоторых местах вода прибывает со скоростью 10 сантиметров в час. Село Колывань, Красноармейский район. Вот так вот. Обстоят дела. Вода прибывает. Каждый час сантиметров на 10 поднимается. 3 апреля. Купальный сезон открыт. Ни МЧС, никого. Зато единичка ходит, автобус. Можно уехать, если доплывешь. Так плавает у нас Казирский мост. Мы обрезаны по кругу, как на острове. Сары ел, говори, ка. Она ее в жизни никогда не была. Перед кулу его. Впереди он снимает. Смотри, как она. Да и спереди снимаю. Там какой-то ежик мертвый. Лягушки есть, нету. Вот это. Мне потом больше так. Хорошо. И мне. Уже дома. За забором вообще больше двух метров. Вот мы домой подплываем на лодке. Вот Дима, казах в седьмом поколении. Вот здесь карату приплыли в гости на лодке. Прям в дом сразу. Да. Прихожки прям выплываем. Что, Дим, давай. До свидания, Никак. Давай, всего хорошего. Давай, приплывай в гости. Вон моя лодка. Да. Давай, тоже приплыву к тебе. Давай. Вот наша Венеция. Мы сейчас даже и забора нет. Переплываем. Вот сад. К батраку пошла, да, вода? Семеновка. Поехали, пейте. Тоже не совсем хорошо. Это все рядом с клубом, недалеко. Прям рядом тут. Вот дворец культуры. Вот такая история. 3 апреля 2024 года разлилась река Теша в Шатках. Давно такого не было. Последний раз она таких масштабов достигала в 2012 году. Река течет. Затопила близлежащие здания. Не работает сегодня соцзащита. О, как нацениваешь. Он приехал с это занятость недавно. Не работают магазины мини. Что, что-то здесь не работает. Нет дождь под общежитие. Красиво. Река течет, река прибывает. За счет таяния снега. Не думали, что будет такой поводок. Но вода пришла. Река т Looking за спорта. Так же. Здесь не приходит. Река тゲ. ro太 optimized. Река течет. Река течет. Река течет. Можем пришел. Река тет CentlDo. Река течет. а вот идем московский режим оказался не готов к такому масштабному паводку так как не предпринимаются абсолютно никакие действия по сдерживанию стихии под воду идут целые села под натиском воды рушатся мосты и размываются дороги все это происходит из-за путинского режима который тратит все бюджетные деньги не пойми на что россияне которые сейчас воюют на фронте должны срочно все бросать и быстро возвращаться домой пока еще есть куда возвращаться в противном случае и в жилище уплывут вниз по течению парикой поток идет видишь вообще оттаз видишь на пор какой да вот снимаю вот это да прям оттуда вода течет глубоко очень даром не было выше подними выше Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.